Здравствуйте! Новые ответы на Ваши вопросы из социальной сети Елицы. Живу уединенно, редко, когда есть с кем поговорить. Но если встречу человека, который меня понимает и внимательно слушает, то начинаю болтать без остановки. Не могу себя контролировать. Потом всегда мучительно каюсь, что столько времени у человека отняла. Может, ему неинтересно было, а он из вежливости боялся меня остановить. Как бороться с этим потоком празднословия? Может, просто на вопрос, как дела отвечать, слава Богу, и не вдаваться в подробности, потому что меня сразу понесет. А если подруге действительно хочется узнать, как у меня дела, я так уважаю сдержанных людей, которые знают, когда и сколько говорить, а сама за 43 года так и не научилась. Где-то я слышал фразу Нефаина Ароневская, что ли? Зануда – это человек, который на вопрос, как дела, начинает говорить, как у него дела. Если подруге действительно хочется узнать, как у вас дела, она будет это узнавать. А вот так «привет, привет», «как дела», «нормально» – за этими словами ничего не стоит. Это некий обряд приветствия. Мы должны выполнить определенный ряд действий, какие-то условности. сказать «привет, привет», «как дела», «нормально», «у тебя как», «тоже хорошо», «все». А потом дальше начинается уже реальный разговор. А до этого подошли, обнюхались, так сказать, «все нормально», «нормально», «ты мне не враг», «нормально», «все хорошо», «да», «все». А когда вот так «как дела» и начинается «как дела», то это напрягает, напрягает, напрягает. Поэтому не следует на вопрос «как дела» говорить, как у вас дела. Нужно сказать «да слава Богу», или «еще как-нибудь», в общем, какую-то фразу «хорошо», «нормально», которая тоже за собой несет такую же нагрузку, как и, собственно, вопрос. Потому что вопрос задается не с целью узнать, как у вас дела, а с целью завязать разговор. Как бороться с этим потоком празднословия? Это, конечно, празднословие, конечно, это поток празднословия, конечно, с этим как-то надо бороться. Но все дело в том, что, видимо, вы действительно живете уединенно и редко, когда есть с кем поговорить. В этом вся причина. Потому что хочется, чтобы тебя кто-то выслушал, чтобы тебя кто-то понял, почувствовал бы тебя как-то там. И когда находится такой человек, конечно, вот эта нереализованность, которая жажда, она начинает себя проявлять в словесном потоке. Но как сдержаться, это, конечно, классно, круто, клево. А жить-то как? Потому что, когда есть кто-то рядом, который тебя и выслушает, и все, тогда все остальные – привет, привет, как дела, нормально. Тогда все. Потому что у тебя есть человек, который тебя и выслушает, и поймет, и пожалеет где-то, и поругает где-то, но ты от которого все примешь, и все нормально. А у вас, видимо, вакуум в этом отношении, поэтому у вас, собственно, и проблемы. Поэтому, как вам решить этот вопрос, вам нужно найти человека, с которым вы будете общаться. И тогда поток прознословия у вас сам собой иссякнет. А вот как найти такого человека, не знаю, помогай Господь. Следующий вопрос. Помогите мне разобраться. Попытаюсь. Мне 29 лет, не замужем, и не было отношений. В семье у меня очень сложные были отношения с отцом, его уже нет в живых. Он страдал алкоголизмом, частенько угрожал нам с мамой. Не буду вдаваться в подробности, и так все понятно. Я долгое время вообще не могла относиться к мужчинам, как к людям. Раньше так было. С течением времени я прихожу в себя, и были даже люди, к которым я испытывала симпатию. И сейчас есть такой человек. Но дело в том, что как только я думаю о создании семьи, на меня накатывает страх. Что, если даже и найдется человек, желающий вступить со мной в брак. Что, если он причинит мне боль? Что, если он меня предаст, и мне некуда будет уже деться? Меня это мучает. Из-за этого страха уже не так и хочется семью создавать. Думаю, может, и нет воли Божией на то, чтобы мне выходить замуж. Я молюсь и верю, что Господь все может, и вразумит меня, и исцелит, и направит меня. Хотелось бы услышать Ваш ответ, хотя бы просто мнение, как мне стоит себя вести в моей ситуации. Вы получили такую психологическую травму в своей родительской семье, взаимоотношения с отцом. Вы очень правильно все здесь одно из другого вывели. Это просто очевидно, как дважды двадцать четыре. У Вас вот такая серьезная психологическая травма после этого осталась, и она дает о себе знать вот в этих страхах. У Вас два варианта. Либо ждать, пока все рассосется само собой, потому что со временем, с годами Вы все-таки восстановитесь, и более-менее Вы разберетесь во всем, и Вы взрослеете, начинаете по-другому смотреть на жизнь, на мир, на людей, на себя саму. И переоценка, переосмысление, все это будет происходить просто потому, что возраст подходит. В общем, можно ждать, пока все это само собой рассосется, все эти проблемы. Рано или поздно это случится. Но тогда Вам уже стукнет, может быть, лет пятьдесят, и Вы скажете, все, что-то поздновато уже, чего мне уже замуж-то выходить уже. И у Вас уже тогда другие разовьются проблемы, что Вы засиделись в девках, и вообще Вы никому не нужна. И там новые будут сложности. Другой вариант – это Вам предпринять какие-то шаги, какие-то усилия для того, чтобы это преодолеть. Рекомендую Вам обратиться за помощью к психологу, который с Вами поработает. И, может быть, за полгода, за год какие-то страхи у Вас уйдут, как-то Вы раскрепоститесь немножко, какая-то уверенность появится в себе, какие-то комплексы Вы сможете преодолеть, что-то совсем Вы в чем-то разберетесь. И тогда уже сможете нормально создавать семью. Если попытаться выбить клин клином, то есть пойти третьим вариантом, то есть взять сейчас, закрыть глаза, замуж и выйти, то велика вероятность того, что Вы как раз выйдете замуж за такого человека, который Вам будет создавать проблемы, а не решать их. Потому что так получается, жизнь так устроена, что подобное тянется к подобному. И если Вы в душе чего боитесь, Вы это к себе и притянете. Поэтому Вам сначала нужно разрулить свои внутренние проблемы, свои конфликты разрешить, а потом уже создавать семью. Это будет просто везение, счастье и слава Богу, если Вы вдруг встретите человека, который будет Вас беззаветно любить, на руках носить, с которым Вы оттаете буквально за полгода и будете счастливой женщиной, и скажете, какая была наивная, зачем я всего этого боялась. Это просто невероятное везение. Надеяться на это, конечно, можно, но это чудо Божие, оно редко бывает. Поэтому на Бога надейся, а сам не плашай. Реальные шаги предпринимайте, то есть обратитесь за помощью к психологу. Помогай, Господь. Следующий вопрос. Как правильно понять выражение «бесы без Божьего попущения ничего не могут»? Ну, так и понять. В Евангелии описано, как Господь исцелил бесноватого, когда бесы просили Его, «Если нас выгонишь, пошли на стадо свиней, позволь нам войти в свиней». И Господь, ну, идите, да, и позволил им. Вот это и есть. Без Божьего попущения ничего не могут. Даже в свиней войти не могут. Естественно, они ничего не могут сделать с нами. Они ничего не могут. Без Божьего попущения. Господь попустит, не попустит, ничего не будет. Причем, Господь, может, не хочет попускать. Но попускает, потому что мы себя так ведем, потому что мы так вынуждаем, может быть. Он попускает им. Одно дело – это воля Божия, это то, чего Он хочет. А другое дело – это попущение Божие, то, что Он попускает этому быть, помимо своего желания. Ну, не хочет. Ну, ладно, пусть так будет, раз так. И в том, и в другом случае цель у Бога одна – чтобы мы в познание истины пришли и наследовали жизнь вечную. Следующий вопрос. Крещение у Иоанна Крестителя символизировало омытие грехов кающегося. Но тогда почему крестился у него Иисус? Ведь Иисус не имел грехов. Объясните, что это было за крещение и почему крестился Иисус Христос? Ну, Иоанн Креститель с Вами совершенно согласен был. И когда к нему Христос пришел, Он останавливал Его и говорил, что это Я должен у Тебя креститься? Не ты ли ко Мне приходишь? Но Господь сказал, что оставь пока. Так надлежит нам исполнить всякую правду. Вот все. Так должно быть. Надо сказать, что Христос принял на Себя человеческое естество со всеми Его немощными, со всеми Его грехами. Вот Он взял на Себя болезни и понес грехи. Так вот Он взял немощное, поврежденное грехом человеческое естество. Да, у Него не было личного греха. А естество-то у Него было, наверное, как у младенца, у которого сейчас рождается. Родился младенец, у Него человеческое естество. Он никакого греха не сотворил. Мы говорим, что Он безгрешен. Ну, вот Христос, наверное, такой же Он был. Но естество-то у Него падшее. Так что Господь крестился вот в этом, наверное, смысле. Это греховное естество человеческое, которое Он принял на Себя. А кроме того, и нам пример тоже. Какой бы ты праведник ни был, какой бы ты семь пядей во лбу богослов и так далее, а все-таки не пренебрегай церковными таинствами. Раз уж Христос пришел креститься, то уж каждый из нас тем более должен. Следующий вопрос. У моего папы подозрения на онкологию. Пришли неутешительные анализы. А три года назад скоропостижно умерла мама. Она не успела покаяться и причаститься. Я предложила папе исповедоваться, но он сказал, что особо грехов за собой не видит. Лучше бы мне этого не слышать. Обидно и больно. Он крестился десять лет назад, в пятьдесят семь лет. Но так и не воцерковился. Просто тогда мама настояла. Прошу ваших молитв за болящего Георгию и усопшую рабу Валентину. Нужно ли продолжать настаивать на причастие и покаянии, если человек сам не хочет? Если ни болезнь, ни смерть близкого человека не вразумляют. Вы зря так среагировали болезненно на его отказ. Ничего страшного на самом деле не произошло. Потому что он говорит, что за собой особо грехов не видит. Полно таких случаев, когда ко мне приходят, на исповедь даже люди приходят и говорят, «Ну так-то грехов особых у меня нет». Но при этом нужно понимать, что этот человек подразумевает под грехом. Он имеет в виду, что он никого не зарезал, никому в карман не залез, что он честно трудился на своей работе, жил на зарплату, честно к людям относился хорошо. Не был он каким-то там отморозком. Вот он это имеет в виду. И поэтому говорит, что особых-то грехов у меня нет. Почему мне, собственно говоря, каяться? И когда человек на исповеди это говорит, что нет у меня грехов, я говорю, слава Богу, слава Богу, грехов нет. Но дальше потом продолжается разговор, но это уже моя технология. Хорошо, что так. А в Бога Вы верите? Ну так-то да, верю. А молитвы какие-нибудь знаете? Да нет, в общем, ну так. А молились когда-нибудь? Ну так. Ну как часто? Какими словами? Что? Где? А вот Вы вообще в первый раз исповедуетесь? А раньше почему не приходили? И вот как-то так потихонечку-потихонечку вытаскиваешь из него осознание, что, в общем-то, да, грехи есть. Вот я как-то и верил, вроде бы в сердце, но в церковь как-то и не ходил. И вообще как-то, может быть, и неправильно в этом отношении я поступал. Да, у меня хорошо было, что я никого не зарезал, никого не ограбил и так далее. Это все хорошо, это все правильно. Но вот здесь вот я подкачал, да, вот так вот. И потихонечку-потихонечку вот с этого начинается, а там дальше как Бог даст. Так что то, что Вам стало обидно и больно, это просто у Вас разные шкалы, градусник разный. Нормально, не надо так было Вам болезненно реагировать. Что касается, нужно ли продолжать настаивать на причастии покаяния? Да, нужно, но действуйте уже не в лоб. Действуйте уже из-под воль, так вот, издалека заходите как-то вот так вот. Уже понимая, что вот Он так воспринимает, да, начинайте готовить сначала почву к этому. В общем, проявите женскую смекалку здесь в данном вопросе и как-то потихонечку-потихонечку направляйте, наставляйте. Предложите неисповедь, предложите пособорваться. Пусть батюшка придет, помолится о здоровье. Или пойдем вместе сходим в храм, собораешься, помолимся там. А Божественная благодать, она немножко будет действовать и помогать Вам потом. Так что проявите хитрость, тактику. Ну, чего Вы так растерялись? Больно, обидно. Все нормально. Помогай Господь. Так, следующий вопрос. Паисий Святогорец сказал, Бог для того и дает нам разум, чтобы мы могли достичь такого состояния, чтобы не опираться на логику. Значит, пытаясь понять Бога, строя в своем уме цепочку из логических умозаключений, я, обрекая себя на обман, доселе мне казалось, что логическое мышление – это хорошая черта ума. Как правильно понимать слова Паисии Святогорца? Растолкуйте, пожалуйста. Ну, вопрос здесь очень тонкий, очень тонкий, очень серьезный. Я не знаю, смогу ли. Вам, может быть, лучше послушать лекцию профессора Осипова на эту тему. У него есть там, где он размышляет ум, разум, познание, методология познания, как там называется лекция, я не помню. В двух словах я Вам то, что вспомнил, скажу. Разум, если я не ошибаюсь, по Алексею Ильичу Осипову – это то, что здесь. Это наши мозги, это наш компьютер с его жестким диском, процессором, с программами установленными, которые там как-то работают. Это разум. А ум – это то, что в сердце. В сердце человека ум. Они здесь. Поэтому бывают люди очень-очень образованные, очень грамотные, два института, там все. А дурак – дураком. Вот бывает такое. А бывает наоборот. Три класса образования, но такой умный, прям умный, просто умный человек. Вот наши предки учились в воскресных школах, прабабушки, прадедушки того времени, которые там три класса, пять классов, в лучшем случае, церковно-приходской школы. А умнейшие люди были. Умнейшие. А вот так они не знали, формул всяких не знали, высшую математику не изучали, ничего такого они не знали. Но были умными людьми. Смотрите, разницу между умом и разумом. Так вот, здесь это разум. И когда мы опираемся только на логику, то мы опираемся на те процессы, которые происходят в разуме. То есть это компьютерные механизмы все. Знаете, мы мыслим категориями. И одна за другой вот как-то оно все цепляется за цепочками. Но это ни к чему, в общем-то, такому богословско-глубокому нас привести вряд ли может. Мы тоже используем этот инструментарий, да. Но здесь нужно понимать, что вообще-то как бы как бы не совсем это точно. Я помню, как учитель математики в школе доказала нам, что дважды два равно пять. Вот она написала на доске дважды два равно пять. И потом она возвела что-то в степень, через какие-то формулы вывела корни квадратные. Бац-бац-бац-бац, и получилось, что равенство совпало. Но при этом она сказала, что слабость этого рассуждения в том, что это работает только в одну сторону. Если в обратную сторону идти, то ничего не получится. То есть в одну сторону работает, а в другую не работает. Это слабое место этого доказательства было. А сейчас я на богословие переключусь и скажу вам, смотрите. Скажем, Бог есть любовь. Аксиома. Просто Бог есть любовь. Кто может с этим поспорить? Никто. Но, смотрите, мы имеем, например, молодого парня, который просто влюбился в девушку. Он любит ее безумно. Он готов совершить какие угодно подвиги ради нее. И вот он страдает, что она, может быть, на него внимания не обращает, еще что-то. Вот он испытывает это чувство любви. Можем ли мы сказать, что это самое чувство, которое он испытывает, это и есть божество? Ведь Бог есть любовь? Вовсе нет, правда же? Совершенно очевидно, что Бог есть любовь, но любовь – это еще не Бог. Работает только в одну сторону. Бог есть любовь – работает. В обратную любовь есть Бог – не работает. Потому что это не работает. Бог есть свет – работает. Свет – это божество? Не работает. Вот свет, который здесь от лампочек исходит. Что, это и есть божество, если Бог есть свет? Христос же сказал «я есть свет». Вот этот свет, который от лампочек исходит, это и есть Христос? Нет. Работает в одну сторону. Так вот, это как раз свойство логики того, что мы на разум опираемся. Еще на ум также мне пришло евангельский пример, когда распятый Христос, его похоронили. Он уже воскрес, но еще никто не знает. Где кто был? Апостолы, мужчины, которые опираются больше на разум, они за закрытыми дверями спрятались, сидят страха ради иудейской. А женщины, жены мироносцы, которые больше опираются на ум, они чувствами больше живут. У них вот сердцем они живут. Они столько на логику опирают, сколько на ум. Ну, где логика? Пошли туда ночью, еще не пойми что, там какие-то воины-стражи стоят. Они, эти несколько беззащитных женщин, пошли, там какие-то солдафоны стоят ночью, комендантский час. Представляете, что с ними там должны были сделать? Ну, где ум, разум-то? Где логика? Что они творят? Ну, пошли. Вот ведомые сердцем своим. И они-то как раз стали апостолами для апостолов. Так вот, не все хорошее поддается логике и разум. Это дело не всегда положительное. Что еще вам тут сказать? Не опираться на логику. Да, и пытаясь понять Бога, строя в своем уме цепочку из логических умозаключений, я обрекаю себя на обман. В общем, да. Этот обман будет более-менее ближе к объективности или дальше от объективности. Да, он может быть очень где-то рядышком, но все равно он до конца не раскроет действительно объективное положение вещей. Вот это все, что я могу сказать по этому поводу. Я и так залез уже так далеко в дебри богословия, что куда рискуют, не свернув себе шею, залазят только очень умные люди. Давайте я, наверное, свернусь и все-таки вам рекомендую послушать лекции Осипова на эту тему. Помогай Господь! Следующий вопрос. Помогите решить мою проблему. Я молодой мужчина, в принципе, здоровый. Но мне нелегко бывает общаться с некоторыми людьми. Постараюсь точнее объяснить, что происходит. Вот я просыпаюсь утром, мыслив в порядке, голова свежая. Прихожу на работу, начинаю общаться с некоторыми коллегами. От них устаю. Есть среди них склочные и вечно всем недовольные. Это меня буквально напрягает. То есть чувствую напряжение. От моего утреннего целомудрия мысленного и умственного вскоре ничего не остается. Затем голова становится затуманенной. Даже бывает, что поднимается температура. Начинаю верить в энергетический вампиризм. Уже не знаю, что мне делать. С людьми, с которыми приятно общаться, такого никогда нет. И отличное самочувствие. Может, вы подскажете, как от этого защититься? Не общаться с ними не получается. Работаем вместе. Вы очень впечатлительный человек. У вас повышенная впечатлительность. На вас это влияет физически. И отражается на вашем самочувствии. Обычно, среднестатистически, мужчина как-то менее реагирует на эти вещи. Но у вас чувствительность повышенная. Мне кажется, в этом, собственно говоря, причина вашего состояния. Что со всем этим делать? Я бы вам посоветовал сходить к врачу. Обратитесь за помощью. Может быть, какие-то вам таблеточки пропить? Может, нервишки подлечить? Может, еще что-то укрепляющее? Я в этом не очень сильно разбираюсь. Но вполне может быть, что вам лучше обратиться к врачу. Тем более, что если это будет идти по нарастающей? Вот сейчас так, а через годик это еще хуже, а через два еще хуже. А потом это все может развиться в какое-то пограничное состояние с психологическими отклонениями. Представляете? И что тогда? В общем, посмотрите по составу. Если это идет на убыль, то ладно. А если это идет по нарастающей, развивается в динамике, то лучше вам тогда руки-ноги и в поликлинику к какому-нибудь невропатологу обратитесь. Скажите, вот да, пообщаюсь, пообщаюсь, и до того же температуру поднимать. Что это такое? Что такое может быть? Может быть, у вас нервы шалят? Да. Помогай Господь! Следующий вопрос. Профессор Осипов говорит про прелюбодеяние, что это в случае, когда кто-то уводит половинку из семьи, и кто женится на ней или выйдет замуж, тот прелюбодеи, а не то, что ты выходишь замуж второй раз или женишься. Хотя вы и многие священники говорите, что прелюбодея отчасти это тот, кто уже женился в тот раз, не понимая ничего. Профессор Осипов так говорит, а мы так говорим. Христос как сказал? Кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Это слова Христа. Дальше уже не поясняется, от чего там она разведенная, как там, что там произошло, он ли ее вытащил из семьи или она сама ушла три года назад, а потом она не женился. Христос уже не уточняет, он просто констатирует факт, вот и все. А там дальше уже толкование, трактование. Конечно, если он ее вытащит из семьи и женится, это, конечно, хуже. Но не отменяет и того, что в любом случае. Я не знаю, что еще вам пояснить. Черным по белому в Евангелии написано, а мы пытаемся как-то это трактовать, как-то это понимать, как-то это объяснять. Ну, я не знаю, что тут. И последний на сегодня вопрос. Ранее задавал вам вопрос о смирении, о неправильном понимании смирения. Спасибо вам за ответ, хотя я не совсем еще понял все, но ваш ответ все равно помог. Я стараюсь разбираться дальше. Думаю, что моя ошибка, о чем мое малодушие и робость я воспринимал как смирение, и такое поведение приобрело некий навык. В общем, я понял, что совершил ошибку. Думаю, что развивая смирение, я развивал эти самые малодушие и робость, а также человекоугодие. Хотел быть всем хорошим и уступчивость перед людьми, как перед людьми, так и перед обстоятельствами. Понимаю, что глупость совершила, что теперь с этим делать, не знаю. Может, больше отстаивать свое мнение специально, чтобы хоть робость побороть, человекоугодие. Может, с этого начать. Помогите, пожалуйста, разобраться. Но специально-то не надо, специально усиливая, не надо компенсировать. Раньше вот так, а сейчас вот так. Не надо. Какое-то разумное нужно выбрать. Где-то уступить, ничего страшного, а где-то свое отстоять. То есть, какую-то разумность проявить. Не нужно специально воспитывать в себе теперь чего-то другое. Не нужно. На мой взгляд, по крайней мере. А то Вы так можете в какую-то другую крайность впасть, в которую тоже, знаете, ничего хорошего. Поэтому спокойствие, только спокойствие. Все в рамках разумного. Помогай Господь. Все, друзья, спасибо Вам за Ваши вопросы. Я не на все вопросы ответил. Некоторые достаточно сложные. Ставят меня в такое некоторое размышление. Я их откладываю. Думаю, ладно, ладно, потом отвечу. Сейчас я вот еще подумаю, что-то посмотрю, почитаю. Поэтому приходится иногда ждать. Но ничего страшного. Мне-то тяжелее отвечать-то. Всех благ. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok